Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что дух захватывало и хотелось обнять врага А когда он начинал петь свои песни на англосаксонском Его голос звучал негромко, но протяжно красиво Как крик одинокого волка Если б тот мог забывать баллады и выговаривать Английские слова, подняв морду к звездам Распластывая души поверх мягких елей Утопив свои лапы в снега А вокруг тайга и бандитское жлобье Накручивает нули из чьих-то поруганных и прерванных жизней И снуют барыги с борсеточниками Чьи волосы черны, как крылья воронья И опущенный русский рабочий люд С самого раннего ранья Отчаливает вагонах по рельсам на тяжкие заработки Кто из нас знает, почему некоторые рабочие выхтовики Которые уезжают артелями в далекую даль По железной дороге за сотни километров от своих детей Захлебываясь водкой с тоски Через год не могут вернуться к родным застывшим окнам Нетущей тревоги Посреди таежной пустыни в 40 градусов зимы Едут поезда с рабочим людом Обратные бумажки с узорами Заработанные в глухих каменоломних и шахтах В сырых лабиринтах нехтяных и угольных скважин Зеленеют, а леют, шуршат под чьими-то черными взорами И выхтовиков избрасывают среди ночи С обшарпанных вагонов, когда те отправляются В тамбур по нужде подпоенный глофелином И те остаются в снегу между рельсами и темными лесами Обреченными на съедение волкам Или на естественное замерзание Все концы в снега, человека будто и не было Россия большая, одним человеком меньше, одним больше Какая разница? Побеждает сильнейший, хитрейший И наеуспешнейший Только ветер да птицы гонцами опускаются вдаль Чтобы мелькнуть крылом перед взглядом любимых и близких Застывших окон Отцы сибирского города теперь сами аккуратно бреют бороды Их лысины блестят на солнце Как птичий помет на замерзшем оконце Группа Макса звалась Санрайз В смысле солнце встает из-за туч И как-то раз с какого-то властного недогляда Была удостоена странной муниципальной награды А именно, сверху спущен приказ типа Русский рок великомогуч и может дать сто очков вперед Этим англичанам и америкосам Нужно как следует разогреть толпу, как жнецов Во время сенокоса в день выступления за океанской группой на зарет А тех, кто на стадионе от Атаква Драйва перепьет, в лазарет Группа Санрайз и Макс были нищие, как дети в российских приютах Как старики в домах презрения Как церковные мыши в период, когда православная святая община Еще не была в удачной корпорации Ведь рокер он кто? Он всего лишь безработный сотрясатель воздуха Того самого, из которого не выстроить пирамиды для банка и офиса И рокеру остается одно Протянуть мускулистую руку за помощью ладони кверху Чтоб все вдруг увидели и повертели пальцем у виска Что рокер еродивый Рвется взлететь высоко на убок и жал Что голодный порою для рокера купить новые струны Для старой гитары Рождественский праздник и смысл его окаянного существования Тоска Родные соотечественники особо не раздобрились на вспомоществование На струны, микрофоны и прочие прелести для своих даровитых земляков И подавляя рыцарскую гордость и чувство собственного достоинства Группа Санрайз решила стать скромными просителями хотя бы комбиков У заморских гостей, уповая на их душевную шире сценическое обаяние На зарет приехали, снаружи приветливо сдержаны внутри пальцы веером И сказали, удивившись, ладно, так уж и быть мы дадим им комбики И подумали, у этих русских все не как у нормальных людей Там, где по логике должны быть круги, у них сплошные ромбики Вокруг рудники с недрами, на них сидят задницами сибирские олигархи А здешние рокеры униженно просят у нас самые банальные вещи Которые должны бы продаваться тут под каждой елкой и лежать на пнях Что за странный народ и что обозначает постоянно звучащее слово «нах» И был день, был полный стадион, было сладкое предвкушение свободы И Макс Бушин обратился к народу, слегка заикаясь от скромности Он вообще был какой-то совсем нетипичный рокер Слово «драйв» для него означало не «прущие нечеты», а то, что зовется сердечным посылом к сердцам сотен тысяч людей Для которых магическим братством объявился трелистник из слов «рок-н-ролл» И Макс заиграл с друзьями свою балладу о смерти И народ взреял в единении И кто-то, кто был в этот миг в толпе, запомнил на всю свою жизнь тот последний первый из взлетов Группы с рассветным и влажным языческим именем «Санрайз» На разогреве у группы с жарко-библейским именем «Назарет» Назаретовцы растрогались так, что потом подарили Максу сотоварищу много стоящего из настоящего оборудования для будущих гастролей И извинившись, что были скуповаты на помощь в самом начале Нам пророчили «Санрайз» великую музыкальную судьбу впереди за гранью охотничьей зоны великой пушной и шкурной империи А что было дальше после «Триумфа»? А дальше была равнина Группа «Санрайз» распалась, как это часто бывает среди рокеров Макс остался один сам с собой, гитара и водка и чем-то еще, что мерит пустоту с одиночественными вопросами, как жить дальше «Для чего жить? Чего добиваться? Зачем все это? Ради чего? И стоит ли жить, раз все так бесполезно и так никому не нужно?» «Для чего ты живешь, родная? И в чем, по-твоему, смысл существования?» Спросил он как-то свою, уработавшуюся, нищую маму И теперь она вспоминает, что тогда так и не нашла ответа на этот внезапный, максималистский и странный вопрос «Живу ради сына?» — наверное, так ей самой ответило эхом сердца Одно время он играл по омским кабакам и в толстых цепях мурло, распальцованный на бабле, просил сыграть его мурку Типа, ты, чувак, вот тебе сотен пятак и сыграй нам наше Наше ближе русскому сердцу, чем гнилое для всяких таких наркошей Макс отказывался и был один раз даже бит, а в другой раз у него в кабаке отобрали гитару, которой Макс так дорожил, как темплиер, приговоренный к сожжению чашей Граале А любовь? Что любовь? Но Макс не был бы Максом и максималистом Если б путал дешевое слово «перепихнуться» с драгоценной гранатовой страстью и нежностью, с языческой радостной жертвой, вечной верностью Что теперь встретишь разве что книжки из позапрошлого века, до того, как вам выпадет от недосягаемости счастья загнуться и прикрыть навсегда от света небес ваши уставшие веки Ему было 27 лет, его старая душа уже знала, что Родины уже нет и что дальше будет все безысходнее Что уже все лазейки для выхода были испробованы, и ее величество музыка стала той недосягаемой дамой, покорить которую Макс никогда бы уже не смог По причине отсутствия кислорода для вздоха и электрического разряда для его сердечного импульса И однажды он принял решение, и заперев за собой комнату, он открыл в стекло первый роман, а затем второе И шагнул вслед за Джимми и Фредди в тот мир, где его уже заждались Те, кто легче относится к жизни, кто давно с изысканным стебом и крутыми монтипайтоновскими приколами смотрит в наш мир Вспоминая свои прерванные жизни, годы надежды, дни единения Он лежал внизу на асфальте, еще слабо-слабо дышал, он еще думал, о чем-то очки его остались рядом с подоконником И даже если бы он очень захотел, он не смог бы теперь их надеть, чтобы увидеть в последний раз высокое светлое небо В какой-то момент очки ему стали уже не нужны, и сейчас, когда вся земля голубела пред ним в прекрасные дали Он смотрел не на небо, а вниз и стремился успеть облететь все самые дорогие ему переулки и прогалины желтых березовых рощ И поймав звук электрогитары, посланный ему кем-то далеким, он летел на нем в темную бездну, в помне о том, что в конце черноты туннеля всем обязательно станет светло С кем ты, Макс, теперь? Может, с Богом беседуешь о его попустительстве и странном гнетущее молчании? Или с панком-дьяволом сколотил рок-товарищество, врубил комбики и играешь с весельчаками из его команды поэму к пламени? Пусть земля тебе будет пухом, омский рокер! Пусть земля станет теплой и мягкой, уютной и легкой, как белое пуховое одеяло! Пусть засыплет снегом черноту твоего земного последнего пристанища! Пусть простят наверху тебя те, кто привык отвергать самоубийц, как мы, прощаемым тем за облаками их странное невмешательство! Возвериные дела человечества и гибель самых хрупких и честных сердец! Пусть ангелы подхватят тебя на крыльях и вложат гитару в твои руки! Пусть в раю звучат твои струнные переборы, иголка и электричество! Твоих смелых пассажей пусть же подаст поскорее нам знаки! Голубыми блуждающими огоньками над полем или всполохами зари! Что ты, наконец-то, счастлив, омский рокер! Что ты, наконец-то, счастлив! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok